я когда летел самолете то перед моими глазами был планшет переди стоящего человека сидящего и там на планшете был фильм про полицейского который ну постоянно всех убивал что-то там но у него в какой-то момент убирал умерла мама и он так переживал но когда убивал он вообще не переживал столько по убивал у плохих конечно людей он убивал нехороших он не переживал так раз и все а когда мама умерла он так переживал прямо вот лица на нем не было катался по земле представляете какая двойственность человек который ты убиваешь он тоже был чьим-то папой или мамой часто мы как бы в своей любви очень ограничены конечно там чувствуют чувство долгом выполнял долг я не против этого мы просто я вам сравниваю как мы живем то есть показываю грани вот эти не то что я не такое такой же мы показывали как бы надо видеть эти грани что мы чем-то дорожим в жизни то что мы лучше знаем он свою маму лучше знал он знает и будет глубоко он видел ее как она ему служила он есть служил между ними очень глубокие отношения любви а преступник которого он убил никаких отношений он просто видит его преступление наказывает его за него у нее ничего даже не дрожит внутри в результате этого поступка почему потому что нет отношений таким образом то не то что не надо убивать преступников я не сейчас на эту тему говорю я говорю о тему души то есть душа она по природе становится счастливой когда она строит вот эти отношения служения и она тогда глубже понимает мир мир человека с которым ты соприкасаешься мир природы допустим человек работает в лесу прибирает лес допустим или сажает деревья это его работа допустим да как вы думаете он будет понимать глубоко этот лес сто процентов он будет получать от него здоровье но мы когда прибегаем в лес на чем там за меня собираем грибы жгем костер шашлыки жарим поели покупались поломали дрова там пожгли чё-то и побег поехали назад домой мы получили от леса его силу чуть-чуть но мы в то время когда мы фоткались на фоне деревьев этот момент мы как бы их и почувствовали что они красивые потом почувствовали когда фотки эти посмотрим все вот чтобы остановиться и посмотреть на лес попробуйте прийти в лес встать и начать смотреть на лес вы не сможете потому что это нереально сделать для человека получить от леса любовь просто глядя на него невозможно для этого нужно пойти убирать там мусор или просто любить лес ну не для себя для него радоваться природе опять же вопрос а зачем видите нужна мотивация опять корысть да поэтому по факту мы не можем быть полностью бескорыстными в этом мире мы должны всегда к этому стремиться и когда меня допустим меня в том что зачем ты даешь такие мотивации любить лес которые не связаны с лесом напрямую они говорят о том что это дает здоровье и мотивация я вот бегаю сейчас парка бегаю стараюсь бегать у меня мотивация это здоровье в это время я начинаю любить природу все больше и больше потому что когда я это делаю на природе я делаю это правильном настроении я знаю что здоровье человек не может получить если он не любит лес любовь дает возможность обмена если я куда-то пришел и никого не люблю допустим некоторые приходят на мою лекцию в таком критическом настроении и говорят мне лекции не понравилось так это самое начало было понятно что она тебе не понравится ты же для этого и пришел чтобы она к тебе не понравилась ну точно так же ты можешь относиться к лесу думаешь скажешь здесь клещ и все то есть дальше как тебе он понравится этот лес ну то есть другими словами надо понять вот этот принцип что ну обмена не будет если ты не настроен на этот обмен с самого начала поэтому по факту если ты не хочешь чего-то понять ты никогда не поймешь вот если вот докажите мне что вы хорошие это невозможно сделать или ты принимаешь людей как хорошие ты тогда увидишь глубину или не принимаешь и не увидишь что касается леса то это прямая наша тема потому что если человек не наполнен он не может быть смиренным